Всем привет! С вами подкаст Русского Дома, и сегодня мы поговорим о предпринимательстве. Да-да, не удивляйтесь, тема актуальна и интересна, а наш сегодняшний гость хорошо известен в бизнес-кругах. Фарид Чакобоев, выходец из Таджикистана, прошел путь от грузчика до успешного бизнесмена. Он приехал в Москву в 2003 году и вслед за братом устроился грузчиком. Матери он поклялся купить квартиру и спустя два года выполнил обещание. Что стала мотивацией для Фарида и как менялся его путь, мышление, целеполагание? Понятно, что мотивацией стала экономическая ситуация, да, то есть та ситуация, в которой мы жили в Таджикистане, она была довольно плачевной, и мы жили довольно скудной такой жизнью, так сказать. Возможности даже питаться правильно, как бы достаточно употреблять калорий не было. Ну и, соответственно, у нас четверо детей, и видя вот сложности, с которыми сталкиваются родители, я понимал, что мне надо куда-то поехать, ну, соответственно, что-то надо сделать. И первое, что, ну, логично пришло на ум, это Москва. На тот момент уже брат уехал, и я точно понимал, что я поеду в Москву и буду там работать. Единственное, я не понимал, что я там буду делать, как меня воспримут вообще. Есть страх определенный перед тем, как ты сталкиваешься с чем-то, что тебе неведомо до этого. Соответственно, вот был определенный страх, но мотивация, мотивация от, так сказать, она была больше всего. То есть было более дискомфортно наблюдать эту картину у себя в семье, нежели боязнь вот нового. То есть, соответственно, чаша весов, она была в сторону того, что я не хотел бы, чтобы моя семья так продолжала жить. И я поехал в Москву, я помню свои ощущения первые, когда я приехал сюда, зашел в метро, и вот это вот, то, что нас настращали, там, типа, вы чего там вас будут ловить полицейские, прям вот по цвету волос чуть ли не, вот, будут вас останавливать, забирать все деньги, поворачивать карманы наизнанку и так далее. Это все, конечно же, было прям сильно очень, значит, культивировано в том обществе, в котором я жил. И когда я приехал, я даже боялся дежурных внутри вот станции метро, женщин, которые там в форуме. И я думаю, может, это полицейские, может, они сейчас меня остановят. Но мне было 18 лет. Я думал, вот, а мне же этот, типа, я здесь чужой, может, они сейчас очень враждебно будут настроены. Против меня на самом деле всего этого не оказалось. Потом меня брат, соответственно, устроил на работу, значит, на склад к себе, где он работал. Прямо буквально через неделю я там недолго дома сидел. И мы начали работать, то есть, ну, на позиции грузчиков на складе. Вот, началось вот все вот с этого. Ну, не зря говорят, что самые большие возможности обычно скрываются за тем, чего боишься больше всего, да. То есть, чем больше страх, тем больше возможности открывается. А в целом, то есть, какие качества, как вы думаете, вам помогли именно реализоваться? Ну, кроме того, что вы поборолись вот с этот первый страх, я так понимаю, что это было действительно самым важным первым шагом, да. То есть, преодолеть все какие-то предрассудки, ту информацию, которая была там в вашей родной стране, и все-таки решиться, и проверить самому, да, то есть, что правда, что неправда, может быть, какие-то там самые яркие впечатления. Ну, часть уже рассказали. И как в целом шли? Вы образование получали в России, да, получается? То есть, вот ваш рост именно, вы рассказали, как все начиналось, то есть, как по шагам шел ваш рост, как предприниматель именно в России. Я думаю, мне помогло вообще в целом и в жизни, и в бизнесе это спортивное прошлое. Я 7 лет профессионально занимался в Тегондо. Вот, да, то есть, у нас там было, наверное, так сказать, завершение своей карьеры, я занимался там по 5-6 часов в день. То есть, у нас были там по 3 тренировки в день, когда, вот, это было уже прям такой на очень высоком уровне. Но вот в 17 лет я завершил карьеру, в 18 лет я завершил карьеру и ушел. И спорт меня научил дисциплины. Во-первых, я был дисциплинированным. Во-вторых, я был, значит, целеустремленным, потому что спорт это очень хорошо воспитывает. В-третьих, я понимал, что любую сложность, в принципе, можно преодолеть, если задаться целью. И еще был один момент, наверное, это, знаете, это вот качество всех предпринимателей, вот то, что их объединяет, я так скажу, это энергичность. Они очень энергичные ребята. То есть, вообще, предприниматели сами по себе очень энергичные люди, и они, в принципе, очень позитивные. Я редко видел человека, который очень негативный, и при этом он предпринимателем, и у него что-то получилось. Знаете, это очень странно. Дисциплина, она помогла очень сильно. Я кушал в день на 30 рублей. То есть, я на эти деньги мог позволить себе доширак и полбатона, либо, ну, мы все так ели, значит, кто там работал, по крайней мере, мы, мой одноклассник, получается, либо это был кефир и две булочки. То есть, это у нас был такой рацион, значит, молодых ребят. И мы, в принципе, как бы аккумулировали деньги. Третье – это позитивность. То есть, как бы смотреть в хорошую сторону, а замечать то, что получается, замечать то, что позитивная эта штука, теперь-то я это знаю, в психологии называется позитивное подкрепление, да, то есть, как бы, из пяти вещей, даже если два получились, как бы, фокус свой направить именно на эти два, что вот, у меня получилось, это классно. Вот, и вот этот позитив, я думаю, что это вот был таким стартом, и энтузиазм этот, он помог не отчаяться, когда не получается. Ну, и дал тоже обратную энергию, получается, ну, то, что я еще услышал, в принципе, открытость, и действительно, там, не разделяли, да, там, какой-то грязный труд, не грязный труд, то есть, в принципе, брались за все, и симпатизация, то есть, человек говорит, одинаково во всем не бывает такого, да, что на складе везде мусор, а потом хороший бизнес получился. Ни в коем случае, да. То есть, это все одинаково. А в целом, как вот, ну, вы же могли остаться, и, в принципе, да, то есть, как бы, там, ну, какое-то питание уже есть, там, работа есть, можно было, ну, наверное, там, теоретически расслабиться и сказать, ну, все, типа, я в России, все нормально, как бы, минимум я себе обеспечил. Нет, у меня же была задача, задача купить маме квартиру, то есть, задача была не просто покушать хотя бы себе добыть, да, то есть, задача была в итоге купить маме квартиру, потому что мы переезжали все время вот после войны в действии, мы остались без жилья, и до девятого класса я поменял восемь школ, то есть, и я видел, как вот это все с одной квартиры на другую, и с каждым разом она все хуже-хуже, и я понимал, что, то есть, так дело дальше не пойдет, надо саккумулировать денег, купить маме квартиру, причем в короткие сроки. Это, наверное, тоже такой вот был вызов, и получается, что, ну, понятно, базовые потребности мы закрываем, то есть, покушать есть, что живем мы где-то, но квартир-то у мамы матери нету, это заставляло делать еще что-то, то есть, я понимал, что, если я там приезжаю на работу, еще при этом два раза в неделю езжу как экспедитор дополнительно, остаюсь на переработке, выхожу в субботу там и разгружаю фуры, и там продаю поддоны, я понимал, что это все равно не тот темп, и, то есть, будет слишком большой срок зарабатывания этих денег, то есть, до цели, до цели путь очень долгий, соответственно, когда ты задался целью и, как бы, не успокаиваешься, то есть, у тебя есть уровень нормы определенный, да, то есть, ты понимаешь, что тебе надо, там, за короткий срок закрыть эту цель, а ты понимаешь, что у тебя не получается, то можно начинать генерировать идеи. Насколько вам не хватало, может быть, или хватало, в целом, насколько важно было не только знание языка, но и какой-то культуры, какого-то менталитета, специфики на России, насколько вам это было сразу комфортно, или какие-то вещи были, которые пришлось там осознавать со временем, может быть, к чему-то приспосабливаться? Я думаю, что мне, к счастью, моему великому, не пришлось ни к чему приспосабливаться, потому что я, все-таки, я родился в городе, ну, вырос в Душанбе, соответственно, ходил в садик в русскую группу, и, соответственно, потом и в школе учился, и вокруг меня всегда были русскоязычные и русские люди, и что-то, какого-то там кардинальной разницы я не заметил, то есть, ну, русские и русские, то есть, русские, как бы, такие же, с которыми я и вырос, то есть, по сути, такие же люди, как и я, потому что, ну, мы выросли в одной культуре, я считаю. Ну, то есть, контраста какого-то не было, в принципе, по сути, не сильно отличалось от того, что было дома, да, как бы, ну, кроме... Кардинальных отличий вообще никаких. И были какие-то словечки, наверное, сленговые, которые мы там употребляли, которые здесь не понимали, и были словечки, которые здесь употребляли, и мы не понимали их, но это очень быстро все. Это быстро проходит, да, быстро. Ну, а дальше были какие-то еще проекты, да, то есть, вы пошли, и у вас, получается, параллельно там оставаться? Да, да, у нас параллельно мы там открыли кондитерскую, вот, да, у меня супруга, она кондитер, мы открыли кондитерскую, у нас была и попытка кафе сделать на чистых трудах, но она не увенчалась успехом, так сказать, в бизнесе всегда должен быть этот опыт получаешь, либо опыт, либо деньги. Надо брать опыт, а деньги придут, вот, как говорится. Поэтому был такой опыт, вот, но кондитерскую мы решили оставить в формате онлайн, она до сих пор работает с 14-го года. Там доставка, заказы и все, вот, все работает онлайн, то есть, есть производство и, соответственно, продажи через интернет. Ну, то есть, по сути, весь предыдущий опыт, он складывается в некую такую будущую, да, проекцию и куда идти направление, по сути, он все равно аккумулируется и позволяет тебе увидеть какие-то возможности. Конечно, чем больше опыта, тем больше вариаций, понимаете, то есть, как бы, если у человека есть в какой-то сфере опыт, вот, мне опыт в сфере образования нам открыл очень интересную такую закономерность, что мы делали как, мы брали, например, ребят, 7, 8, 9, 10, 11 класс, но те, кто готовился к ОГЭ и те, кто готовился к ЕГЭ, мы, например, их диагностировали, у нас были там методисты, мы разработали определенную диагностику, мы их диагностировали и видели, в какой из тем, например, там, в математике, в каких-то темах у них есть пробелы и заполняли их от простого к сложному, то есть, как бы, именно вот эти пробелы заполнения, не пытались их заново всему учить, потому что время было ограничено. И, то есть, как бы, вот в этом формате мы их обучали, и когда их мозг этот алгоритм уже усваивал, у них в других предметах, в принципе, тоже шел рост, потому что мозг именно вот эту модель, он перекладывает этот алгоритм, перекладывает на другие задачи, на другие предметы, и они начинают в любом случае развиваться. У нас, например, они изучали физику, математику, русский или общезвознание, и у них там в других предметах тоже шел определенный рост. И, соответственно, мозг, он так действует. Если у тебя где-то что-то получилось, там опыт был позитивный, негативный, у тебя, в принципе, в любом случае есть на что опереться. Ну, мы обычно завершаем чем-нибудь таким веселым на позитивной ноте, может быть, есть какая-то веселая история из жизни, да, которую вы запомнили, либо какой-то, как принят у предпринимателей, там не история успеха, а история провала, да. Вы же говорили, что там иногда опыт, он ценнее денег. Если что-то приходит новым, если нет, то нет, получилось довольно живо интересно, спасибо еще раз. Из позитивного, не знаю. Может, какой-то негативный опыт, который вы запомнили всю жизнь, да, какую-то там ошибку или что-то такое, которое вам позволило там перестроиться. Негативный опыт, значит, он тоже опыт. Я, наверное, из негативного скажу то, что слишком, опять же, из негативного слишком открытости и доверчивости, она сыграет свою жутку. Потому что самое, наверное, для предпринимателя такое ценное понимание – это то, что у тебя должен быть ответ на вопрос «а если нет?». И каждый раз, вот когда, например, спрашивают там типа «а дай денег, я вот там тебе верну через недельку, вот у меня сейчас вот это», и ты должен ответить себе на вопрос «а если нет?». Ну и по какой-то причине, а если он их не вернет, то что тогда? Да. И если у тебя есть ответ на этот вопрос, то фиг бы с ним, это 5000 рублей, меня не убьют, то можно дать. Если вопрос «а нет, мне будет тяжело, у меня будет стресс, у меня в своем бизнесе, ну как бы в моем бизнесе будут провалы, там я не смогу, у меня будет кассовый разрыв», то тогда лучше не давать. Такой гость и такая история. Надеюсь, опыт Фарида оказался интересным и полезным. Пишите, будем рады услышать обратную связь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok